О чем говорит ваш Кал? Я хочу обратить ваше внимание сегодня на одно простое ежедневное действие, которое может сказать о здоровье всего организма. Как не ходя к врачу, не сдавая анализы, не делая даже колоноскопию и какие-то другие методы обследования, понять, а все ли так в организме, хорошо ли у вас переваривается пища, нет ли серьезных заболеваний, как не выходя из своей ванной комнаты, вы уже можете сделать много выводов о своем здоровье. Я научу вас, как врачи-гастроэнтерологи буквально, анализировать качество своего стула. Меня зовут Регина Доктор, я практикующий врач, терапевт-диетолог. Более 12 лет я занимаюсь вопросами питания, снижения веса. И одна из самых моих любимых тем – это здоровье желудочно-кишечного тракта. Потому что именно с ЖКТ начинается все. Это ведь тот орган, который ежедневно принимает огромное количество жидкости, пищи, контактирует с внешней средой. И благодаря этому мы получаем энергию и питательные вещества для того, чтобы организм жил и развивался. Именно поэтому кто-то в 35 уже выглядит на 55. И наоборот. Знаете, я хочу вспомнить такую историю. Я училась на пятом курсе, у нас был предмет онкология. То есть это предмет, который изучает онкологические болезни, заболевания раком. Так вот, один профессор нам рассказывал историю, как каждый человек может спасти себе жизнь, если он обратит внимание, прежде чем нажать кнопку слива, что там у него на дне унитаза. Первое. Я хочу, чтобы каждый из вас следил за своим стулом, обращал внимание. Второе. Следил за стулом своего ребенка. И для этого я даже вам дам шкалу стула. Что такое шкала стула? Это так мы, врачи, определяем стул по типу. Посмотрите, здесь перед вами шкала. У стула есть типы. Бристольская шкала формы стула. Первый тип, если стул горошками, если есть запор, если есть затруднения при каждом акте дефекации. И последнее, это стул тип 7. Водянистый стул, когда кишечная инфекция, когда диарея, когда какие-то отравления, когда стул буквально напоминает воду. Идеальный стул, это стул третьего или четвертого типа, ежедневно, и к этому нужно стремиться. Вот на этом этапе очень много находок. Многие люди не знают, какой должен быть стул в норме. Поэтому прямо сейчас обратите внимание и поймите, что жидкий стул, это не норма. Или постоянно твердый стул. Или если вы ходите в туалет один раз в три дня, это тоже не норма. Стремимся к третьему, четвертому типу стула. Второе хорошая новость. Всплывающий стул и стул, который плохо смывается, это не показатель каких-то проблем. Сейчас очень многие специалисты говорят о том, что если ваш стул не смывается или он вдруг всплыл, то у вас какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Ни в коем случае. Это нереальные критерии. По этим показателям никаких выводов сделать нельзя. Стул может плохо смываться из-за потока воды и других каких-то моментов. Если вы поели жирную пищу, это нормально. Стул всплывает в принципе всегда. Это полное незнание законов физики. Пожалуйста, не делайте никаких выводов по этим характеристикам. Третье. А вот наличие непереваренных кусочков пищи, особенно большое количество, может говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. И здесь не банально панкреатит-холецистит. Здесь скорее нужно думать о гастрите, эрозиях или язвенной болезни. Либо процессах нарушения всасывания в кишечнике. То же самое бывает у детей, и особенно у детей в раннем прикорме. Если вы вводите ребенку рано кусочки, и они потом выходят в неизменном практически виде, это говорит о том, что вы рано начали давать ребенку кусочки. И просто этот продукт никакой пользы не приносит. Также, что делают многие, видят непереваренные кусочки и начинают сами себе назначать ферменты. Крион, мизим. Идут в аптеку и покупают, и после еды принимают. Это тоже не показатели. Во-первых, в данном случае я всегда рекомендую. Жуйте, пережевывайте пищу хорошо. Во-вторых, если у вас форма столу нормальная, то есть тип 3-4, и при этом есть несколько непереваренных кусочков, это может быть вариантом нормы. Просто вы некачественно прожевали продукт. И на самом деле ферментативная недостаточность, это ситуация, когда ферментов не хватает, это очень редкое явление. Для того, чтобы переваривать стандартный суточный рацион, достаточно функции 5% поджелудочной железы. А панкреатит это наоборот воспаление железы из-за избытка ферментов. Когда поджелудочная вырабатывает много ферментов, и сама этими ферментами повреждается. Это же и происходит очень часто, когда человек употребляет эти ферменты в виде таблеток, препаратов. Именно поэтому там написано в инструкции, что частые побочные эффекты это снова обострение панкреатита. Если у вас жидкий стул, жидковатый, не оформленный в течение какого-то времени, это говорит о том, что питательные и полезные вещества просто не усваиваются. И у вас, скорее всего, будут дефициты. Это анемия, сухая кожа, неусвоение жиров и витаминов. В данном случае нужно всегда искать причину. Какая причина, почему стул не оформленный? Заболевание желудочно-кишечного тракта. 90% причина именно здесь. 10% это аллергические реакции. Действительно, многие думают, что аллергия всегда проявляется чиханием, либо кашлем, либо сыпью. Большая часть аллергических реакций проявляется, особенно пищевых, проявляется именно жидким стулом, разжижением стула. И очень часто в сезон цветения березы, например, у человека с полинозом, возникает перекрестная аллергия на продукты. Яблоки, абрикосы, клубнику, косточковые вот эти продукты, при употреблении которых разжижается стул. И мы видим анемию у такого человека. И причина его анемии, то, что не усваиваются питательные полезные вещества, не в том, что он не ест железо. Причина именно в кишечной аллергии, кишечных проявлениях. И исключив в этот период человеку яблоки из рациона, у него будет снова нормальный стул, обратите внимание. И твердый и жидкий стул могут быть проявлением синдрома раздраженного кишечника. Это особое заболевание, 80% причиной которого является именно неврогенный компонент. То есть это, знаете, паническая атака для кишечника. Если вам нужно отдельное видео по СРК, напишите в комментариях, я оценю активность. И если это действительно нужно всем, сниму отдельное видео по СРК. Но в данном видео обратите внимание, если у вас нарушается стул, и это связано со стрессовыми ситуациями, пока просто обратите внимание, да, это связано. И скорее всего это СРК. Теперь по цвету стула. Номер один, внимание здесь. Если вы увидели темный, практически черный цвет стула, это говорит о кровотечении. Кровотечение может быть желудочным, может быть кишечным, связано с язвами, с эрозиями. И именно так мы ставим, например, язвенную болезнь желудка. Люди этого не замечают. Очень часто это бывает, когда вы, например, от зубной, от головной боли, одну-две недели пьете, нурофен, ибупрофен, вот эти вот препараты, нестероидные, противовоспалительные, а безболивающие препараты. Плюс у вас неправильное питание, это приводит к эрозии, а потом и к язвенному дефекту. Язвенный дефект это повреждение слизистой, оттуда вырабатывается кровь, кровь вместе с ферментами окисляется и приобретает, и дает стулу темный оттенок. Именно по стулу мы можем заподозрить это заболевание, его нужно срочно лечить. И раньше, когда язвенную болезнь лечили только оперативно, от язвы вообще умирало много людей. Сейчас это лечится быстро препаратами, питанием. Главное, обратите внимание, если сейчас вы видите, что у вас черный стул, не тяните прямо завтра, сегодня идите к врачу-терапевту, к гастроэнтерологу. Нужно будет сделать эндоскопию, колоноскопию, чтобы поставить диагноз. Также внимание, если вдруг вы увидели очень светлый, практически белый кал, это может свидетельствовать о болезнях печени, особенно о таких заболеваниях печени, когда желчь полностью застаивается, не выделяется. Это тоже экстренное состояние, когда нужно сразу обратиться к врачу. Ярко-желтый стул бывает при некоторых инфекциях, но здесь сложно не заметить, как правило, повышается температура, и есть симптомы инфекции. Некоторые продукты окрашивают стул, здесь переживать не надо. Свекла розовый, розово-красный оттенок. Если вы едите брокколи, много зелени, брюссельскую капусту, стул может быть таким темно-зеленым, это тоже кратковременная краска. И если в вашем рационе много клетчатки, вы едите очень много овощей, вот некоторые любят почему-то чиститься всякими овощными салатами, салатами щетки, клетчатка, псиллиум, у вас может быть резкое разжижение стула. То есть вы вроде бы это пили-ели для того, чтобы убрать запоры, но у вас произошло резкое разжижение стула. Тип 5-6, как только вы сократите и уберете клетчатку, она раздражает просто слизистую кишечника и даже повреждает ее. Это делать не нужно. У вас снова будет оформленный стул. И еще большой привет от нашего доктора-инфекциониста, которая передала мне обязательно вам сказать, что в кале мы можем обнаружить паразитов. Да, действительно, такие паразиты, как кастрица, например, у детей, можно увидеть невооруженным взглядом. В данном случае не нужно паниковать, лучше всегда иметь баночку дома, стерильную баночку из аптеки для сбора кала или мочи и для большей точности сдать кал на паразиты трехкратным методом парасеп, данный метод является сейчас золотым стандартом точного определения, без паники, без всяких чисток, чеснока и БАДов спокойно пройти качественное лечение антипаразитарное. Наличие в стуле слизи, слизистого компонента, может говорить о воспалении в кишечнике. Так проявляется начало таких заболеваний, как язвенный колит, болезнь крона. Это действительно серьезные заболевания. Окончательный диагноз ставится только при колоноскопии и у врача. Если, посмотрев это видео, вы сейчас обратили свое внимание, у вас все со стулом в порядке, слава богу, просто правильно питайтесь и периодически отслеживайте. Если вы нашли какие-то проблемы, если у вас запор или разжижение стула, или боли, кровь в стуле, темный стул, пожалуйста, срочно обращайтесь к врачу. Нужно сдать и анализы КАЛА, и сделать колоноскопию, возможно, эндоскопию желудка. Если вы сейчас обнаружили разжижение стула, то есть у вас стул не оформлен, если это длительное время, нужно обязательно сдать анализы крови, чтобы посмотреть, нет ли дефицитов. И есть такой СОС-метод. Исключите сырые продукты на 1-2 дня из рациона и уберите клетчатку. То есть овощи, фрукты, зелень замените на тушеную, запеченую, мелко измельченую. Исключите эти продукты буквально на пару дней, посмотрите, как отреагирует организм. Если стул сформируется, это говорит о том, что слишком много клетчатки в вашем организме или есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, гастрит, панкреатит и, возможно, их обострение лечатся и питанием, и при необходимости применением препаратов. У меня на канале вы можете найти огромное количество информации про желчный пузырь, про стул, про клетчатку, про запоры. Ставьте лайк, если вам было полезно разобрать кал вместе со мной. Если есть вопросы, я буду рада ответить вам в комментариях. Будьте здоровы!